БОЯТСЯ УКРАИНСКИЙ ВЛАСТИ Расправляться с пророссийски настроенными жителями поселка. Их забирают и увозят в неизвестном направлении. И что с ними будет дальше, можно только догадываться. А под Херсонов, поселке Зеленовка, российские силовики обнаружили в подвале одного из кафе настоящую пыточную камеру с телом замученного националистами человека. Предположительно, это российские военнослужащие. Сообщается, что тело было заминировано. Вокруг страшной находки уже традиционно были разбросаны шприцы, наркотики и чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин». Вот такое оно истинное лицо так называемых «укропатриотов». Владислав Кустов продолжит. Настоящая пыточная камера всего в 7 километрах от Херсона. Такую жуткую находку обнаружили российские силовики в подвале придорожного кафе поселка Зеленовка. На полу среди хаотично разбросанных боеприпасов тело солдата в российской военной форме. Вина противотанковая, тротил. Судя по следам, перед смертью его пытали. Ног нет, все тело в увечьях, горло перерезано. Напоследок останки уже мертвого человека националисты заминировали. Все эти зверства, судя по всему, радикалы творили в состоянии измененного сознания. Наверху, где у нациков был штаб, жуткий бардак, всюду разбросаны использованные шприцы и остатки наркотиков. А это еще одна база националистов в селе Трехизбенко Луганской области. Штаб украинских минометчиков изрисован оккультными символами. Слово «зейн», которое в библейском иврите означает «меч», свидетельствует о том, что с помощью языческого обряда националисты пытались осветить оружие. И таких баз на освобожденных территориях находят десятки. Есть места, в которые местные жители еще долго не будут заходить. Например, в этом помещении бывшего торгового центра один из нацбатов устроил себе казарму. Здесь же, говорят, держали пленных. О зверствах националистов вспоминает Алексей. Ему за отказ присоединиться к нацбату выбили зубы. Говорят, ну, когда ты в армию собираешься, я же, ну, нет, не собираюсь. Начали мне автомат в голове приставлять. Тебе одеваться некуда, либо расстрел. Ты, как ты, Россию, типа, вижу Украину, не любишь, тебе важна Россия. Ну и, короче, оставили накопать окопы. Методы издевательств нацики используют самые изощренные. Это Харьков. Националисты вывели пленного бойца Народной милиции ДНР на растерзание толпы. Вокруг женщины, старики, журналисты в жилетах с надписью пресса. Равнодушно смотрят и снимают происходящее на камеры телефонов. Только перспектива предания огласки издевательств над пленными не позволила довести суд Линча до конца. Заступиться за него никто так и не решился. Потому что люди знают, украинские боевики не щадят ни чужих, ни своих. Накануне Дня Победы в том же Харькове националисты заминировали могилы ветеранов Великой Отечественной. Растяжки установили на улочках кладбища и прямо на оградах, чтобы люди просто не имели возможности прийти и почтить память своих героев. На уже освобожденных территориях мирные жители подолгу не могут прийти в себя от поведения так называемых защитников. Житель Мариуполя Владимир Марушин рассказал, украинские снайперы регулярно открывали огонь по гражданским. То, что в их прицеле не военные, они видели прекрасно. У Галы Бокореевой, у родственницы моей, сын жил на районе Ильича. И ехал к ней с женой на велосипедах, потому что уже все было разбито. На велосипедах ехали узнать, мама жива, не жива. Ехали к ней. И по дороге снайпер обоим прострелил правые ноги на велосипеде ниже колена. Кроме откровенных убийств, беззащитных людей боевики регулярно устраивали набеги на местные магазины и квартиры мирных жителей. Во многих городах сразу с начала спецоперации торговые точки просто разбирали по частям, сметая все, что попадало под руку. Такой позор Украине. Я видел, как идут их солдаты, 30 человек мимо окна. Оружие наперевес, сумки и мешки на плечах. У кого вы воровали, у кого вы грабили, кого? Наши заработчане, то есть бойцы Азова, все начали с магазинов. Электронная техника, золото, серебро, одежда, шубы. Все вытащили оттуда, запалили, спалили. И так по всему городу. Сложившее оружие бойцы ВСУ рассказывают, брошенные своим же командованием боевики грабят своих же граждан. Но самые страшные зверства творят так называемые добровольцы. Просветало мародерство. И кто бедно жил, тот отправлял домой вещи награбленные. Вот. Могли свободно взять там порося, потому что надо было что-то есть. Вот. Но и бабки перебили всех усей. Вот. Были случаи добровольцев, которые ярые, насиловали девочек. Что это за добровольцы, несложно догадаться. Еще в самом начале российской спецоперации Зеленский амнистировал заключенных, осужденных даже по особо тяжким стадиям. На этой неделе стало известно, что один такой карательный отряд обосновался в Харьковской области. В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников. Украинские националисты устроили в поселке настоящий террор жителей за подозренных в симпатиях к России. Каратели захватывают в домах и увозят в неизвестном направлении. Как утверждают очевидцы, сумевшие покинуть Салтов, батальон «Кракен» устроил показательный штурм незанятого никем мирного поселка. Серьезно пострадала церковь над населенным пунктом клуба «Черного дыма». К батальонам присоединяются и радикалы из числа гражданских. Этот житель Херсонской области со своими товарищами глумился над телами павших российских солдат, обыскивал карманы погибших и храбрился перед камерой. Вся дерзость и воодушевление испарились, когда мародеров задержали российские силовики. Преступник сперва пытался отпираться и будто бы не узнавал своего лица на видео, но потом вину признал и заявил, что осадеянам сожалеют. Я немного выпивший был, да. Возле БМП лежало трое. Как ты обращался с трупами? Его собрат по мародерству даже не смог объяснить, зачем прихватил с собой сумку погибшего бойца. Все больше военнослужащих принимают решение сдаться и сложить оружие. И все как один заявляют, не понимали, во что ввязались. Вот очередной боец ВСУ с украинским паспортом в руках рассказывает, когда своими глазами увидел, что творят националисты, решил сложить оружие. Я добровольно принял решение сдать оружие и покинуть территорию Украины, так как осознал, что нашей с вами страной руководят националисты. Друзья военные, прислушайтесь к моим словам. Я когда покидал Украину, в сторону Казачьей Лопани ехал. Была расстреляна нашими войсками гуманитарная колонна. Там везли в Россию женщин, детей и стариков. Вы просто не представляете, на что я насмотрелся. Все, у кого есть совесть, даже те, у кого ее нет, вы разумитесь, я вас умоляю, сложите оружие, прекратите эту войну. Владислав Кустов и Анастасия Коваленко. Программа «Главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова